Итак, у меня зовут Исси, мне кажется, что все лицо просто в еде. У меня штаны в еде, я села на гуакамоле. Всем привет, сегодня я с Найкой Черненко, и сегодня мы будем показывать свои любимые рецепты для ланчей. У меня есть прекрасная коробочка для ланчей, двухэтажная, которую я буду носить с собой в университет, а я буду есть это все. Да, соответственно. И, да, надеюсь, я не в ней. Мы надеемся, что вам понравится это видео, оно будет одной из многих с Настей, это уже наша третя совместная жизнь. Ты уже третий? Да, представляешь? Где было второе? Где я была? Ты моими глазами, а первое было про Бразилию. О, да. Хорошо. Если вы будете любые рецепты пробовать, обязательно вставляйте в Инстаграм, отмечайте нас с Настей, чтобы мы это видели. И вперед к рецептам. Окей, первым делом мы будем делать три тоста наших самых любимых с Настей, два сладких и один соленый с авокадо. Они насыщают тебя на 4 часа вперед, супер быстрые и полезные. Для тоста с авокадо нам понадобится одно авокадо, Настя, конечно, изображает ниндзя. Нужно разрезать авокадо пополам, достать из него косточку и затем мы будем делать пюре из авокадо. Для этого нужно достать просто ложкой или вилкой мякоть. Из авокадо мы использовали целое и получилось где-то три тоста. И затем просто разминаем, чем смелее. Будет авокадо, тем проще это делать. Всегда берите мягкие, никогда не берите твердые. Говорят, что можно просто ставить в холодильнике авокадо, у меня это никогда не работало. Но, не знаю, если вы купили твердый авокадо, то подождите, просто поставьте в холодильник. Авось сработает. Дальше нам нужны помидоры, потому что это мой самый любимый рецепт, когда авокадо и помидоры идут вместе. Но вы опять же можете добавлять что угодно, можно базилик, можно салат. Вот авокадо и помидоры как-то лучше всего для меня работают. Распределяем затем пюре авокадо по тосту. Вы можете использовать именно тосты, у меня просто нет тостера, поэтому я использовала свой любимый хлеб с зернышками. И затем наши кружочки с томатами. И затем разрезаем пополам для удобства, потому что мы будем один кусочек складывать на другой, чтобы они поместились в моем ланчбоксе. Следующий рецепт это классика. Арахисовая паста и бананы. Для этого нам нужна арахисовая паста и пойди догадайся, бананы. Сначала мы сколько хотим, накладываем арахисовую пасту. Я брала специально ту, в которой только есть арахис и без каких-то добавок типа сахара или соли. И затем просто бананы раскладываем, можете как угодно порезать, как вам удобно это будет. И затем опять же разрезаем пополам. Для абсолютной классики вы конечно же можете еще добавить варенье, но это будет уже немного сложнее в транспортировке. И последний тост. По сути то же самое, только вместо бананов мы будем использовать яблоки. На самом деле, если вы скажем не хотите хлеб брать, вы просто можете в какой-нибудь небольшой контейнер именно выложить арахисовые пасты и нарезать яблоки. И просто есть яблоки с пастой. И это три наших тоста. Сладкие можно также посыпать корицей, потому что она идеально сочетается как с бананом, так и яблоком. И выкладываем все в ланчбокс. У меня двухэтажный ланчбокс, поэтому это на первом этаже. И для нижнего этажа мы нарежем фруктов, яблоко, потому что у нас осталась как раз половинка с предыдущего рецепта и также целый банан. Они идеально помещаются на втором этаже, поэтому я как обычно ем в университете два раза. Таким образом у меня будет один прям пища и второй. И для второго ланча мы сначала сделаем овсяно-банановое печенье. Для этого нам понадобится три банана. Вы можете брать больше, можете брать меньше. Три банана нам позволило сделать примерно шесть больших печенюшек. Правда мы еще немного съели тесто. В этом прелесть. Здесь всего два ингредиента. И вы просто измельчаете банан, чтобы было просто вилкой или миксером это все измельчать. Настя сказала, что ей было бы удобнее немного миксером, но даже вот эти комочки, они не повлияли никак на вкус. Поэтому если у вас нет миксера, не беспокойтесь. И также овсяные хлопья быстрого приготовления. Мы использовали среднего размера. И здесь мы на глаз. То есть по-моему у нас было около восьми или девяти в общей сложности столовых ложек. Но на самом деле просто смотрите, чтобы оно было не сильно густое, не сильно жидкое. Лучше побольше овсяных хлопьев добавить. И также корицу и мускатный орех для вкуса. И это все. Это все ингредиенты. Так как у меня нет никакой бумаги для выпечки, мы нанесли немного подсолнечного масла, чтобы ничего не пригорало. И просто небольшими шариками выкладывали тесто. Я так говорю, будто это я делала. На самом деле все делала Настя. И я когда это снимала, я не верила, что из этого получится хоть что-то. Но в итоге мы поставили это на разогретую духовку примерно 180 градусов на 20 минут. И пока мы ждали, мы начали делать с лад с кускусом. Для этого мы огурцы взяли, помидоры. Берите любые овощи, которые вам нравятся, которые вам проще всего по утрам или вечерам будут нарезать, готовить. Я просто взяла то, что я люблю. Томаты черри, рукколу и зелень. Все это мы смешали в один большой салат. Мне кажется, чем больше зелени, тем лучше. И, конечно, вяленые томаты делают этот рецепт невероятно вкусным. Я на самом деле его подглядела в одном из своих самых любимых гастробаров до. Теперь делаю постоянно. Чтобы сделать кускус правильно, достаточно просто посмотреть на упаковку. Там было написано 250 миллилитров на 250 грамм. Мы все делали на глаз. Добавили немного масла, соли и кускус. И в итоге он делался примерно 4 минуты. То есть он мгновенно взбухает. Поэтому это, наверное, самый простой углевод, который вообще только можно делать. И за это время наше печенье прекрасным образом подгорело. Но, обещаем, оно все тоже вкусное. Настя говорит, что это выглядит особенно тревожно. И у нас одновременно сделалось и кускус, и печенье. Поэтому мы добавляем кускус в овощи. Все смешиваем, перемешиваем. И выкладываем все в ланчбок. Смотрите, как много вы хотите. Мы даже не полностью весь этаж дополнили. И на верхний этаж мы выкладываем печенье, разумеется, красивую сторону вверху. И посыпаем также сверху корицей для вкуса. И закрываем. И это наш второй ланч. И это все наши рецепты. Мы надеемся, что вам это понравилось. И было полезно. Она не говорила ей это говорить. Становишься маленьким ютубером. У тебя есть... Давай я оставлю ссылку на твой канал, потому что ты говорила, что у тебя нет канала. У тебя на самом деле есть канал. Он был 2012-20 года, по-моему. Она выкладывает иногда видео для себя, поэтому... Я оставлю ссылку. Не смотрите. Зато смотрите ее инстаграм. У нее один из моих самых любимых инстаграм. Да, подписывайтесь. Все? На инстаграм может. Да, окей. Все, с собой вас. Пока! Все, пошли. Дамочки, вы что-то повторяете? Что же? Просто так. С вами MC Toastik! Господин Гуакаму.